Звуки артиллерии, миномёты и работающая авиация – это каждодневная реальность для жителей этого посёлка. Яцковка в данный момент находится всего в двух километрах от места, где идут бои, 20 километров от Изюма. Большую часть времени на улицах посёлка пусто. Люди выходят из укрытий только тогда, когда нет обстрелов. Раз в день в соседнее село привозят свежий хлеб. Идти не близко – 4 километра. Остальное время прячутся в подвалах. Скоро два месяца, немытые, не умытые, понимаешь, не спали. Ну вот так, честно, вот и всё. Вот смотри, заходи туда. В этом посёлке есть и те, кто сумел выбраться из Изюма Харьковской области. К своим родственникам они на свой страх и риск шли пешком. У нас сейчас много тут, и детей много, и маленьких много. Но сейчас много здесь и детей, и много, и маленьких. Возвращались было два раза. Те, что уезжали, а теперь они возвращаются. У них деньги закончились, понимаете. Вот смотри, мой внук идёт. А прибежали пешком из Изюма. Там начали бомбить, и они сюда. А тут? А сколько до Изюма отсюда? 20 километров, Зайка. Сильные обстрелы тут начались 10 марта. До этого дня ещё работали продуктовые магазины и ходил общественный транспорт. Сначала местные просто наблюдали, как над посёлком пролетают российские самолёты. А затем бомбить начали и их. Часто. А вот до 10-го летали самолёты. Часто. Ну вот до 10-го летали самолёты. И до 10-го нас разбомбили. Ни одного же дома целого не осталось. Ну, вроде стоит, понимаешь. Но стоит, но внутри всё рассыпается. Среди ночи бабах на векна повылетали. Среди ночи, если б вы видели бабах, представляете, среди ночи. Окна повылетали, двери пооткрывались. Это ужас, господи. За что нас так бьют? Жилых домов в посёлке единицы. Из своего разбитого жилья люди переезжали к соседям. В этом доме жила большая семья, многодетная. Дом разрушен, всё сгорело. Хорошие соседи с ближайшего переволка приютили к себе. Теперь сейчас они живут двумя семьями. Из-за обстрелов в посёлке нет связи, газоснабжение, электричество. А вот такая воронка с разбитым асфальтом. Примерно пять метров глубины образовалось от скинутой бомбы авиации. В Яцковке сейчас живёт около двухсот пенсионеров. Только с недавних пор сюда могут заезжать медики. И то лишь на велосипеде. С собой везут лекарства. Много нуждающихся здесь, в этом населённом пункте? Да, здесь люди есть с сахарным диабетом, девочка есть с эпилепсией. Также люди много гипотоников с повышенным давлением. Также много людей, которые ранее приносили инфаркты. Ну, достаточно злобные. И вы сюда каждый день приезжаете? Нет. Мы только первый раз могли сюда проехать. Мы каждый раз проезжали. Нас пропускали только до Капитоловки. Дальше разворачивали. Первый раз прорвались. До полномасштабного вторжения российской армии на территории Украины в этом посёлке проживало полторы тысячи людей. Осталось 300. Из них более двух десятков – дети. Алена Грамова из Донецкой области. Специально для информационного марафона «Фридом» телеканала ЮЭЙ.